Итак, кроме других судов, которые мы с вами встречаем в море и правила расхождения, которые мы с вами изучили, в мире есть еще навигационные знаки, которые обозначают разные опасности, препятствия, заходы в марины, порты и так далее. Мы их сейчас с вами рассмотрим, они не так сложны, как казалось бы, и постараемся выучить. Итак, в мире есть две системы ИАЛА-А и ИАЛА-Б. ИАЛА-Б, это у нас обозначают лутеральные знаки, которые обозначают вход с моря в порт. ИАЛА-А у нас обозначается как зеленый знак справа, красный слева, соответственно же справа у нас конусы, слева прямоугольники, цилиндры, прямоугольники и цилиндры. Мы с вами должны идти, когда видим эти знаки, оставляя зеленые по правому борту, а красные по левому. То есть не стараясь их обойти, а между ними. То есть, если мы увидели зеленый, значит ищем глазами, где красный, потому что они могут так развесены быть в акватории, что мы сначала увидим какой-то один из них, либо зелененький, а может быть красненький. Чтобы не запутаться, с какой стороны зайти, надо глазами найти другой. Соответственно, между ними идем в ту или иную гавань. При этом, естественно, если мы в гавань идем, мы видим зеленые справа, красные слева, как я сказал, зашли в гавань или в речку. Если мы развернемся, там и пойдем назад, то у нас уже наоборот будут справа красные, зеленые слева. То есть мы для себя должны нарисовать картинку, что они цвета не будут менять, меняться и форма не будет меняться. Просто в зависимости от того, куда мы идем, мы должны понимать, что если зеленый конус справа, то значит мы идем с моря, в зону укрытия. И Алла А у нас действует на территории Евразии, Африки, Австралии, Гренландия, Зеландия, Исландия, Ирландия. И Алла Б – это знаки наоборот. Справа красные, слева зеленые. Действуют они на территории Соединенных Штатов Америки, Японии, Республики Кореи и Филиппин. Выделились. Но мы с вами должны запомнить одну систему. И помнить о том, что при переезде в другую страну они у нас поменяются. Тогда мы уже вспомним, какие там знаки. Ну, скажем так, чтобы не забивать себе голову, так как мы здесь в большей части в Средиземке, входим в Атлантике, когда уже, правда, туда будем переходить уже другие знаки. Ну, в большей части вот на этой акватории, на этой территории, поэтому запоминаем пока одни, но имеем в виду, что другие – это наоборот. Итак, это у нас латеральные знаки. Далее у нас есть кардинальные знаки. Они по сторонам света работают, действуют. То есть кардинаты, кардинальные знаки. Кардинальный знак говорит, что нужно обойти опасность с той стороны, какой обозначается кардинальный знак. Если это северный кардинальный знак, северная кардинальная марка, то мы должны препятствия обойти с северной стороны. Если это южная, то с южной стороны. Если это восточная, то с восточной стороны. Если это западная, то с западной стороны. Запоминаем так, что если кардинальная марка северная, обходим с севера. И так далее. То есть некоторые преподаватели начинают говорить, не надо обходить северную кардинальную марку с юга. И у всех уже каша в голове. Мы просто запоминаем северная кардинальная марка, обойди меня с севера, южная обойди меня с юга, восточная обойди меня с востока, западная обойди меня с западом. Их легко запомнить по мнемоническим таким правилам. Первое. Северная кардинальная марка, у нас стрелочки вверх, как елочки. Мы с вами знаем, как елочки из себя представляют внешний вид, да? Часто их видим, вот такие елочки мы видим на севере. Южная кардинальная марка, это пальмочки. На юге растут пальмы, треугольнички смотрят вниз. На востоке живут у нас толстушечки, и любят у нас толстушечек, полненьких девушек. А на западе любят худышечек с тонкой талией, вот, песочные часы. И мы с вами запоминаем, что на западе у нас песочные часы, треугольнички остриями внутрь. На востоке пышечки с широкой талией, это треугольнички в разные стороны. Кроме того, острия этих треугольников показывают нам на черную отметку на основании. Если треугольнички вниз, то черная отметка внизу. Если треугольнички наружу, то черные отметки по сторонам. Если треугольнички сходятся в середке, то черная отметка в середке. Здесь ошибка. Правильный знак вот здесь нарисован. Если черная отметка вверху, треугольнички смотрят наверх, то черная отметка смотрит у нас наверх. Кроме того, в ночи мы их определим, что они моргают следующим цветом. Во-первых, белым цветом они все моргают. Во-вторых, есть количество вспышек, присущих каждой из них, чтобы мы могли определить, как обойти то или иное препятствие, тот или иной объект на воде с нужной нам стороны, как мы уже выяснили, по названию кардинальной марки. Северная кардинальная марка, кстати, сразу же помечу, очень легко это к запоминанию, по часам. Северная кардинальная марка моргает 12 раз, восточная кардинальная марка моргает 3 раза, южная 6 раз и западная 9 раз. За исключением того, что южная кардинальная марка моргает 6 плюс 1. Я заведомо ее упустил, чтобы легче вам для начала было запомнить. 3, 6, 9, 12. У южной исключение 6 плюс 1. 3, 6 плюс 1, 9 и 12. И еще исключение. 12 у нас раз. Зациклено и получилась бесконечная вспышка. То есть она моргает бесконечно. Не 12 раз, а бесконечно. Исключение. Бесконечно 6 плюс 1, 3 и 9. Белым цветом. Вот эти у нас светятся зеленым и красным. Либо моргают. Я просто в разных местах встречал по-разному, поэтому... Вот. Это латеральные знаки. Это кардинальные знаки. Дальше у нас еще остались некие знаки, которые тоже нужно запомнить и знать. Знак одиночной опасности. Изолированная опасность еще она. Изолейтед дейнджер. Два черных шара. Основание траурное. Черно-красное. Моргает двумя белыми вспышками в ночи. То есть с этими, понимаете, вы ее не спутаете. Две белые вспышки в ночи. Следующий. Знак безопасной воды. Safe Water Mark. Safe Water Mark. Красная такая клоунская шапочка такая. Все отлично. Когда это клоунская шапочка, значит проблем нет. Моргает она также белым светом. Но промежуток вспышки и промежуток темноты будут одинаковыми. Она здесь вот у нас, вспышечка, моргает очень быстро. А здесь получается так. Период вспышки будет равен периоду темноты. Белым светом. Это белым светом, не черным. И не красным. Это белым светом, не смотря на то, что она красненькая. Белым светом, белым светом. Это два раза. Это один длинный получается. Эти все тоже белым светом. Дальше. Специальная желтая марка. Special Yellow Mark. Такой вот крестик. Не параллельно вертикальный, а с наклоном. И желтое основание такое конусное. Означает зоны закрытые для плавания. Огороженные опасностью. Огороженные какие-то территории. Чаще всего это спортивные детские школы. Детские школы спортивные. На воде. Военные могут огородить какие-то территории. Какие-то базы. В том числе туристические. Зоны рыбные ловли, сетей и так далее. То есть если мы видим. То есть он естественно часто не один. Несколько этих знаков стоит, как бы огораживая ту или иную территорию. И последнее у нас. Моргает желтым светом. Желтая скучка. Временный знак. Ограждение места аварии. Emergency Red Bull. Цвет желто-синий. Крестик наверху. Обычный крестик. Моргает попеременно. Голубым и желтым. Временный знак ограждения места аварии. А вот как это все у нас на акватории выглядит. Вот и реальные знаки. И Алла-А. Наша лодочка заходит в порт. Чтобы зайти в порт, она по ходу своего движения увидела Safe Water Mark. Знак безопасной воды. Знак безопасной воды он же считается еще осевым. Он говорит о том, что его надо оставлять по левому борту. То есть если нам надо зайти сюда в порт, то мы его обходим не так вот. А его по левому борту обходим. Как по круговому движению автомобильному. И идем, стараясь прижаться к правой стороне. Как по круговому возрасту мы держимся с вами к правой стороне. Если мы выходим из порта, то же самое. Мы оставляем знак по левому борту. Даже если нам надо повернуть сюда. То есть мы поворачиваем не здесь, а поворачиваем вот здесь вот обходя. Знак безопасной воды. И тут мы с вами встречаем изолированную опасность. Знак одиночной опасности. Он говорит о том, что здесь у нас какая-то мель, отмель, скала, что-то такое. Одиночная может находиться в акватории. Естественно обходим ее с любой стороны. У меня есть две вспышки белых ночей. Это одна длинная, назовем ее так, изофазная она. Период вспышки равен периоду темноты. Это две белых вспышки. А вот здесь вот у нас одорожено много препятствий. Вот этот вот знак нам говорит, что обходим с запада. Этот у нас обходим с севера, с востока, с юга. Ну и тут в акватории чуть-чуть какие-то сеточки стоят, наверное. По поводу вот этих знаков кардинальных, дам вам некое пояснение. Они не всегда и, скажем так, даже чаще всего, чаще всего они у нас стоят поодиночке. Не все сразу же четыре, а поодиночке. Скажем, вот у нас тут береговая линия. И вот тут у нас с вами будет стоять знак. Мы на яхте нашей идем сюда. Видим этот знак. Куда можно идти? Где можно идти? А нам надо вот, казалось бы, ну, скажем, вот сюда. Знак говорит, что мы можем поделиться с запада. То есть мы можем поделиться с андреем. Да. Думаешь, что мы можем поделиться с андреем? Да, совершенно верно. Теперь мы идем с вами здесь. И хотим опять же сюда прийти. Какая это кардинальная марка? Западная. Западная. Она нам говорит о чем? Обойди меня с запада. Где западная сторона от этой марки? Ты сам показал же, только что. Вот здесь. Здесь, здесь западная сторона. Обойди меня, обойди вот эту марку с запада. Значит, как мы пойдем? Вот так. Правильно. Вот так пойдем. Ну, соответственно, отсюда, если нам надо прийти сюда, так же. То есть чаще всего эту марку мы увидим одну. Здесь вот красиво нарисовали четыре. Чаще это говорит о том, что здесь вот какие-то рифы или нет. Не надо сюда лезть. Полезете сюда, найдете сюда неприятности. Откуда бы ты ни смотрел, стороны света не меняются. Тебе компас будет перед тобой? Перед тобой будет компас. Всегда. А тебе надо эту марку обойти всегда с запада. Тебе просто на компасе надо определить, где сторона света. С какой бы стороны ты ни шел, у тебя есть компас. Ты только увидел эту марку. А компас тебе подскажет, с какой стороны ее обходить. А вот так это все у нас выглядит на карте. Эти знаки, они вот прям вот такие, здесь просто увеличены. Размерно вот так они будут. РВ, РВ. Красно-белый, да. Вспышка. Это у нас какой знак? Радость. Радость. Клоун. Соответственно, у нас знак безопасной воды. Все хорошо. А это какой знак? Неначная опасность. Супер. А вот это у нас какой знак? Напомню. Похожий на римский флаг, я помню. Корабль. Знак временный. А гражданин леска аварии, да. Это не временный, это постоянный. Одиночный опасность, а это временный. Похожий на гробе, на самом деле. Да. Там затоплено. И это что за знак? Специальные знаки. Что-нибудь ограничено? Желтая марка, желтого цвета. Вот и все, ребят. По цветам, то есть, всего хорошего. А еще и божество, это заинсивно. Ну, да. Курс интенсив. Тема, короче, или мы с тобой не наносили. Вы умнее стали, однозначно. Вливаемся, вливаемся просто. Вот. Кроме того, мы сейчас с вами разберем, как у нас моргают, светятся в ночи. Маяки. Маяки. Для этого мы с вами восьмую карту какую-нибудь. И мы непосредственно на карте рассмотрим. Рассмотрим маяки. Как это все реальные выходы. Во-первых, маяки на карте обозначены розовыми каплями. Капельки такие вытянутые. Вот они. Вот это вот все у нас маяки. Каждый маяк имеет название. Есть целые каталоги, где мы можем нужный маяк найти и посмотреть, когда его построили, как он выглядит. Может быть, даже за последние 50 лет, кто там был смотрителем, когда его модернизировали и так далее. То есть есть целые каталоги и журналы. А сколько они были в носу? Кто мечтал? Не знаю, я этим не задавался. На карте также они имеют название. И возле этого названия есть описание маяка. Сейчас возьмем какой-нибудь сложный. Допустим, вот это. Написано название маяка. Квертогами я его не могу прочитать. А дальше у нас расшифровка. Фулт, тубль, В, Р, 10, С, 7, М, 8, дробь, 5, М. Здесь М маленькая, здесь М большая. Расшифровываем название маяка. Дальше. Флэш, вспышка. Белая, красная. White, red. Длительностью 10 секунд. 7 метров высота маяка. Дальность видимости белого света 8 миль, красного 6 миль. В хороших условиях, в хорошую погоду. Речь идет об этом. Теперь смотрим. Мало того, он еще у нас секторный. Сектора, как светится. То есть, почему тут написано белый и красный? Да потому, что один сектор у него светится белым светом. Второй сектор у него красным светом. Но очередной сектор опять белым светом. Я думаю, что у него все светятся белым светом. А, нет. При этом, вот дальность видимости маяка. Мы тут видим 18-14 миль. 14 миль это красного цвета. Мы можем здесь взять наши 14 миль на карте. 10-14 миль. Вот. И отложив от маяка этого, мы поймем, вот эту дуга, допустим, нарисовал. И далее прочертим, как у нас этот сектор здесь. Она с положен. Раз. Ну, в эту сторону здесь уже отлом не будет хватать. Вот эти наши 14 миль. Поведя здесь, мы понимаем, что когда мы будем подходить на нашем кораблике к этой зоне, то до какого-то времени мы ее вообще не будем видеть. вспышкой. А в ясную погоду, как только мы увидели здесь красный свет, значит, мы понимаем, что мы находимся вот в этой зоне. Идем вот на эту часть. А можно еще вообще в створ попасть. Створ это как раз та граница между белым и красным светом. Если мы попадем в створ, наш корабль пойдет вот по этой линии, то мы будем видеть сначала красный свет, потом если прям по линии нас мотануло сюда, ничего не увидим. Красный ничего не увидим. А белый свет у нас появится с вами. А, еще раньше, 18. То есть мы сначала, если вы мы типа этой линии, увидим белый свет. Вот 18 линий, да? Вот там уже будет. Мотнулись влево, никакого света не будет. Вправо белый свет. Потом раз, у нас появляется красный свет, вот зону на 14 миль. И мы можем идти в красный, белый, красный, белый. Это если мы будем четко идти по этой линии. Спуска одна, кажется, 10 секунд. Сейчас как раз по длительности. Ну вот тут как раз флеш одна. У нас будет вспышка одна и период темноты, там, оставшиеся, там, допустим, 9 секунд. То есть в одну секунду у нас вспышка и весь период составляет тот самый, который здесь у нас написан. 10 секунд. 10 или 8. 10 секунд. Вот, все правильно. Вспышечка и темнота. Вот весь период составляет у нас 10 секунд. И следующий период. Если будет, мы где-то можем рассмотреть другие, там, допустим, сейчас здесь вот увидим, где-то в скобочках. Вот, флеш два. Флеш два, 10 секунд. Это у нас будет две вспышки. Но весь период будет составлять 10 секунд. А расшифровки этих всех, то есть основных маяков, ну, то есть у них будет впереди написано, допустим, не флеш, как мы здесь увидели, а вот F. Это у нас фиксированный, не мигающий, будет просто светиться. Флейм, да? По-могийски. Да, флейм. Пламя, да. И одним словом, могут быть разные, разные описания этих маяков по вспышкам. Флея, флэ, флэш, лонг флэш, квик, вэри квик, ультра квик, изофазный, как мы уже выяснили, период этого. Морзе, по букве, буква Морзе, по букве Азбуке Морзе. И так далее. Вот они, описания. В принципе, все эти описания есть в лоциях. Если взять, найти определенный раздел, нужный раздел, там это будет описание. Чаще всего, маяки секторные делают, для того, чтобы обозначить какие-то зоны опасности, чтобы в ночи можно было, ориентируясь на эти зоны, пройти. В данном случае у нас есть еще один маяк рядышком. Вот его описание, как он моргает, его дальность. И если мы будем попадать в красную зону с этой стороны, в красную зону с этой стороны, идя в направление, допустим, в пролива, мы с вами можем в ночи налететь на какие-то неприятности. Если мы будем идти в белой зоне постоянно, мы будем понимать, что мы с вами ее проходим. Здесь вот тоже красную зону, а после ее, что вы можете пролететь в какую-то неприятность.